Привет, это Гриня, свежий перевод уже тут, Джеймс Дин затащил финал года РДС-Джипи, еще расскажет, как это было. Ссылка на канал Джеймса в описании, будете там, не забудьте оставить коммент. Hello from Гриня. Итак, с возвращением на канал, мы в Сочи на финальном этапе чемпионата РДС. Я вообще не заметил, как пролетел этот год, но это была еще та поездочка. Очень понравилось, мы много всего узнали, и в этот уикенд у нас есть шанс выложиться по полной на треке и дать самый лучший результат. А там посмотрим, где мы окажемся. Я очень взволнован. Важная неделя для нас. Вчера был мой день рождения, мне стукнуло 30 лет. Мне не верится, что мне уже тридцатник, и я все еще занимаюсь дрифтом. Вы знаете, уже полжизни почти. Я начал им заниматься, когда мне было всего 15, и вот уже 30. Все еще не чувствую себя старым, но это крутой способ провести свой день рождения на Сочи-автодроме. Формула-1 прошла здесь 4 недели назад, и вот РДС здесь проводит свой финальный этап чемпионата. Итак, машина в очереди, зона прогрева здесь. Старт на треке Формулы-1 вон там у моста. Отсюда особо не видно, но в общих словах разгоняемся и ставимся в первый правый поворот трека Формулы-1. Мы используем, кажется, второй, на самом деле, поворот этой трассы. Первый поворот трека затяжной, и потом длинная прямая перед поворотом-2. А мы используем подъезд к нему, наверное. Здесь много клиппин-поинтов на стенах. Это точно выглядит как опасный трек. Как-то так. Сегодня у нас тренировки, завтра квалификация, а в воскресенье основная гонка. Скрестим пальцы, что все пойдет хорошо. Я буду выкладываться по максимуму. Машина в порядке, мы вчера в этом убедились. Все, что мы поменяли по тачке, это добавили передний сплиттер. Мне кажется, это улучшило внешку. Передок тачки стал таким злым. Получился более агрессивный вид. Мне нравится, как выглядит. Будем надеяться, что это как-то еще и поможет на треке. Как настроение, Майкл? Все нормально? Готов? Ага. Волнительные времена. Ладно, давайте запрыгивать, привязываться и посмотрим, как пойдет. Первый выезд на трек. Первый выезд на трек. Второй выезд на трек. В общем, тренировка прошла нормально. Хорошо вот так проехать несколько заездов по треку. Он, кстати, очень и очень непростой. Так много стен, так много скоростных элементов, где можно вылететь с трека, а там нулевой зацеп. Вылетаешь и, скорее всего, сильно размотаешься. Мы уже видели несколько крэшей утром, но для нас... Я вроде понял трек. Мне вполне комфортно, и случилось это достаточно быстро, чему я очень рад. Правда, первый поворот и постановка мне кажутся самым сложным элементом. Я уже проехал две тренировки и фокусируюсь на постановке. Надеюсь, получится несколько парных попробовать позже. Сейчас еще рановато. Народ пока что сражается с треком, так что действительно рано для парных. Это однозначно непростой трек, но пока у нас все получается. Первый день. Пока все хорошо. Суббота, утро, тренировка. Суббота, утро, тренировка. Итак, доброе утро. Уже суббота. Раннее утро. Мы только что закончили тренировки прямо перед квалификацией. Всего два заезда было. Я рад, как они вышли. Общий темп, правильная траектория. Надеюсь, выйдет так же, когда поедем в зачет. Дальше у нас квалификация. Я планирую бахнуть сразу очень хороший проезд. И если все выйдет, я постараюсь еще сильнее проехать во втором. И там увидим, как близко я могу подобраться к краю возможного. Но смотрите, что с покрышками после двух заездов. Вроде как хватает. Мы специально подобрали чуть короче пару, чтобы покрышек комфортно хватало. И похоже, что все работает, как мы задумали. Многие страдают на закончившихся покрышках во втором заезде. А мы решили играть чуть более аккуратно. Машина ведет себя прекрасно. Жаловаться мне точно не на что. Скричиваем пальцы. О, боже. Смотрите, сколько резины накопилось после всего двух заездов. Безумство. Джеймс Дин, Аймол Рейсинг. Самый титулованный пилот на планете. Действующий победитель интерконтинентального кубка. Который, напомню, в следующем 22-м году пройдет здесь, на Сочи автодроме. Джеймс Дин. Казалось бы, не самый простой сезон тоже у этого парня. Воу! Но, тем не менее, есть победа. Причем в Красноярске. В месте рождения российского дрифта. И Киздевол в первой внешней. В первой попытке, первый же проезд Джеймса Дина. И очень крутая постановка вплотную в бетонный киздевол. И это еще не все, как говорят в телемагазинах. Есть Touch'n'Go 2. Четвертая внешняя. Ну что, останется там уже лавка, в конце концов. Где-то на асфальте. Нет, пока держится. И Touch'n'Go 3 отрабатывает Джеймс Дин. Квалификацию проехал. Я выдал максимальный проезд. Честно говоря, я разочарован своими очками. Мы закрыли все зоны на треке. Это был мой лучший проезд за весь уикенд. Но, честно говоря, я не понимаю, чего хотят судьи. Я стараюсь делать максимум того, что они просят. Я думал, что у нас хорошо получилось. Но я получил 93 за первый проезд и 91 за второй. Но такой он этот дрифтинг. Надо бы уже привыкнуть за все это время. Знаете, иногда, когда чувствуешь, что сделал действительно хороший проезд. И ты ожидаешь, надеешься на более высокий балл. И потом получаешь намного меньше от ожидаемого. Это слегка сложно принять. Но это всего лишь квалификация. И мы в лучшей тройке. Дальше у нас парные заезды. Время сосредоточиться на этом. А тут Бекки за мной приглядывает. Ты так круто проехал! Спасибо, Бекки. Время перефокусироваться и перезагрузиться. Перевернуть эту страницу. А там посмотрим, что будет дальше. Воскресенье утро. день главного ивента. Майкл кое-что меняет, перенастраивает, добавляет больше закиси, добавляет надува, чтобы было чуть больше мощности. В смысле, все выжать. Если мы выжмем из тачки все, я постараюсь дать как можно больше скорости, но пока что тренировки идут хорошо. Жаловаться не на что. Тут у нас все. Папа помогает. Там работает Майк и Майкл. Бекки там работает с фанатами. Мам, как дела? Рэйчел, ты как? Спасибо. Вот так вот у нас тут вся поддержка есть на сегодня, так что теперь нам нужна только ирландская удача и выложиться по полной. Воскресенье утренние парные тренировки. Окей, небольшие потери. Поехал преследователем за Гочи, жестко поставился в первом повороте и продержался в базе у него весь первый поворот. И тут я профукал вовремя переложиться. Допустил контакт, разбил свой диск и его задний диск. А еще погнул Вайсфап. Команда накидывает новый Вайсфап сейчас. Там мелочевка. Сломано крепление для шайбы Акермана. Лучше поменять весь и надеюсь еще успеть на один заезд до окончания тренировок. В общем, тренировки проходят хорошо. Машина едет отлично. Вайсфап установили просто в последнюю минуту, но прям вовремя. Чтобы еще разок проехать тренировочный заезд. У нас было два хороших заезда лидером и машина идеально едет. А теперь время парных заездов. Наш соперник Ермохин на Лукойл С-15. Это великолепный молодой пилот. Очень крепкий, очень быстрый. Дальше у нас с ним заруба. Надо сегодня показать максимальные результаты. Посмотрим, что выйдет. В общем, настроение хорошее. Трек очень сложный, особенно когда возвращаешься назад в роли преследователя, так как трек возвратный и ты попадаешь в свой собственный дым. А последний поворот тот же, что и первый. Вот так разворачиваешься и едешь в свой же дым назад. И преследователям это очень и очень сложно. Но это также трудно и всем остальным. Посмотрим, как мы все справимся. Все претенденты все еще в гонке. Все четверо прошли в топ-16. Так что это точно будет решаться в последних битвах. Но дрифтинг просто невероятный. Никогда не знаешь, чего ожидать. В какой бы ты ситуации не оказался. Все может случиться, и ты просто должен принять это. Но стараться надо выложиться по полной. Будем надеяться на удачу на нашей стороне. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мы прошли топ-16 и теперь уже в топ-8. Наш противник Данила. Все претенденты все еще в игре. Это будет очень интересно. Посмотреть, как все это разрулится. Джек все еще в гонке. Аркаша в гонке. Гоча тоже все еще в гонке. Да и я тоже все еще тут. Четверо претендентов на титул в топ-8. Это какое-то безумство. У Джека самые лучшие шансы, так как пока что у него больше всего очков. Но это все хорошо. Надо выложиться по полной и посмотрим, что дальше. Субтитры создал DimaTorzok Дима Торзок Только что был мой заезд в топ-8. Выиграл его, но это был еще тот борщ. Много непоняток. Он оказался вообще не там, где я ожидал его. Я допустил много ошибок в погоне. Но он наделал много ошибок, когда преследовал меня. Джек разобрался с Аркашей в борьбе за чемпионство. А это значит, что мы оба проходим в топ-4. Вот так вот мы оба оказались в топ-4. Если он меня пройдет, он становится чемпионом. Два ирландца в топ-4 в России. Опять. Как это произошло? Я вообще хз. Что бы ни случилось. Два кореша тут гоняются. Офигеть. Это совсем не просто. Да, это точно. Но ты едешь очень круто. Я очень-очень-очень горжусь тобой. Я очень-очень горжусь тобой. Я очень-очень горжусь от него. Да, я очень-очень горжусь от него. Конор! Конор! Это круто, да? Да, круто. Конор! Конор! Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Мы только что победили в заезде с Джеком Это было полное безумство О боже, это самый сложный заезд лидером за весь уикенд Он стукнул меня в первом повороте Мы оба удержались Это было очень близко Но мне кажется, у него было еще несколько ошибок Но это была абсолютно безумная битва Джек поедет еще за третье место Сумасшествие! Мы едем с Гочи в финале Вот это уже очень сложно наблюдать Джек едет против Никнака за третье место Я не особо понимаю, какой результат что принесет в чемпионате Кажется, Джек победит, если займет третье место А вот если Никнак победит Да, если Никнак третий То победитель всего ивента будет чемпионом Я не знаю, кто победит Это безумство Ну, как-то так вышло Что все решается в последней зарубе Мне пора готовиться к финалу Надеемся на лучшее Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Итак, Джек третий в гонке Мне удалось выиграть после интересного финала с Гочи А теперь мы ждем большого результата Выиграл ты чемпионат или нет? Надо, чтобы кто-то рассказал нам Фиг с ним, что я выиграл гонку Главное, стал ли ты чемпионом? Там кто-то подошел, поздравил Я ничего не понял, так что мне надо подтверждение Да, просто подтверждение Что все в порядке Вот это безумный денек Короче, в первом заезде с Гочи я постарался разогнаться по максимуму Раскачкой поставился в большой угол Тапка в пол Гочи бьет меня в передок Из-за этого сильно гнет рулевую тягу А ну-ка, сейчас гляну, может она еще здесь А вот она Я постарался продолжить Но машина была неуправляемой На втором заезде Ребята же мне поменяли тягу Как раз за отведенное время Мы не выставляли ни развал, ни фига А я выехал, как есть, на заезд с преследователем Провтыкал немного на старте Гочи прилично свалил Но я нагнал его в развороте Все, что нужно было сделать Это просто закончить заезд Чтобы выиграть Добрался до финиша И начал крутить пончики И... Да, он победил! Обалденно! Обалденно! Джек! Обалденно! Молодцы! Ирландская банда в деле Поздравление Джеймсу и Джеку Мы все еще живы! Мы выжили! Это главное О боже мой Я чуть не умерла Это напряжение просто искрится в воздухе Ну, что там вышло? Джеймс закончил первым Джек третьим И это значит, что Джеймс третий в году А Джек первый А это значит победа! Мам, ты счастлива? Конечно, счастлива Итак, только что закончилась церемония награждения Интервью и все-все-все Это самый тесный по очкам чемпионат В котором мне приходилось участвовать Все решалось в топ-4 Трое из четверых претендентов на титул попали в топ-4 Гоча, я и Джек Я сумел выиграть гонку, что великолепно Гоча попал в финал, Джек занял третье место А в чемпионате это означало, что я стал третьим Кажется, в нескольких очках от Гочи И 6-7 очков от Джека Это было настолько близко Это все вот так сошлось в мизерные зазоры Великолепный первый сезон РДС Это очень и очень сложно Мы многому научились в первый сезон выступлений тут Я очень, очень горжусь моей командой Моей семьей и моими друзьями Это все происходит за кадром Но мы здесь все очень слаженная компактная команда И я очень горжусь тем, чего мы достигли в этом году Во-первых, построить эту тачку Потом отправить ее в Россию И найти себе вот такой вот новый вызов Мы справились неплохо Плохо Так круто закончить победой последний этап года Хорошо, что Бекки со мной здесь в этот уикенд Я так горжусь тобой Это было тяжело Я бы хотела это описать словами Но я настолько эмоционально выдохлась Вся эта драма и адреналин Я не представляю, как ты это переживаешь в качестве водителя У меня тут разрыв Я хочу разрыдаться или орать Я не знаю, как себе держать в руках Вы просто не представляете, какой это стресс Я понимаю, что ты пилот И у тебя стресса побольше должно быть Но я постарела на несколько лет Я занимаюсь этим 15 лет И, как сказать Только люди, которые занимаются этим Смогут понять, какое давление тут оказывается Этот дрифт Столько на карту поставлено Столько ожиданий Всегда может случиться что угодно Ты можешь быть лучшим пилотом на тренировках И потом слететь в первой же парной битве Ты просто не знаешь, что произойдет Но именно это делает этот спорт таким волнительным Потому что, ну знаете Все может случиться Я тобой горжусь Идем пить пиво Я люблю тебя Бросай этот ютуб Всем пока Мы выложились по полной Мы справились Спасибо за вашу поддержку в этом приключении Я не ютубер Но я стараюсь показать вам как можно больше народ Мне понравилось Будет круто как-нибудь пересмотреть Такие себе воспоминания Спасибо вам всем за поддержку Обожаю этот спорт Хоть он меня иногда убивает Но он великолепный Я просто, просто полностью в него погружен Выкладываюсь по полной И все еще говорю Этому я научился у Беки Ну я такая Окей Как бы там ни было Джек, ты молодец Я так тобой горжусь Я плакал, когда просто наблюдал за этим Я знаю, как это ощущается И я так сильно тобой горжусь Зная тебя и твою семью И сколько ты вложил в это все И как сложно это было Ты настоящий чемпион И ты точно этого заслужил Поздравляю, чемпион Увидимся, народ Пока, народ Перевод для вас сделал Гриня Наглядите меня и Джеймса вашими лайками Подпиской и колокольчиком До следующих видосиков Продолжение следует...